Леонид Казаченко Живой организм, которого нужно ухаживать, милеять. Конечно, я прихожу и думаю о том, чтобы как можно больше полезного сделать. Понятно, что здесь уже идет, я и в себе нахожу удовлетворение от моей работы. И в то же время чувствую, что я какую-то приношу или пользу, или же вношу свой вклад в это же производство. И таких тружеников на Оскольском электрометаллургическом комбинате немало. Каждый герой этой торжественной церемонии заслуживает производственного «Оскара» своей специальной номинации. В 2018-м сотрудники ОМК отлично потрудились. Впервые за всю историю комбината мы произведем с вами столько окатышей, которые мы не производили с пуска печи обжига. По металлизованным окатышам мы достигнем максимальную цифру, которую тоже самое спуска четырех установок металлизации мы не делали на комбинате. И в 2010-м году мы запустили в работу цех отделки проката. Это наша гордость. В году предстоящем 2019-м я уверен, что при кажущейся высоте уже достигнутых рубежей вы найдете возможность совершить новые подъемы и преодолеть вчерашние сомнения в нашем трудовом, хорошем подвиге. И у нас еще масса страниц, на которых мы запишем наши трудовые, социальные и свершения, и достижения, и радости, и победы. Нам на самом деле очень приятно. Мы знаем, что такое ОМК. Это легендарный комбинат. Мы знаем, сколько он делает. Мы знаем, где у него ошибки, знаем, где у него достижения, знаем, куда стремиться надо комбинат. На самом деле сегодня очень хороший, светлый праздник, Новый год, Рождество Христово. Поэтому здоровья, всем счастья, отличного настроения. Главным событием года на ОМК стал запуск установки гидросбива окалины сортопрокатного цеха номер 2. Она обеспечивает эффективное удаление печной окалины и полное отсутствие поверхностных дефектов на готовом прокате. А идеей года стал проект группы авторов цеха окомкования и металлизации, которым удалось обеспечить работоспособность обжиговой машины при выходе из строя одного из вентиляторов. Свой проект они осуществили в рамках фабрики идей. Решение было амбициозное. В практике, даже в мировой практике, подобных случаев не было. Мы взяли на себя груз, потому что за нами ответственность. Потому что за нами стоял не только коллектив цеха, но и коллектив комбината. И у нас все получилось. Спасибо всему коллективу за реализацию этого мероприятия. Открытием года стал проект вакуумно-индукционной печи Столеплавильной научно-технической лаборатории Староскольского технологического института на базе ОМК. А лучшим подразделением признали цех отделки проката, который показал высокие производственные результаты. В торжественной обстановке честовали и верных своему делу людей. Тех, кто на протяжении многих лет вкладывает душу, энергию и профессиональные знания в развитие ОМК. В номинации «За преданность комбинату» отметили начальника управления капитального строительства и ремонтов ОМК Петра Кузнецова. Лучшей трудовой династией стала семья Кошелевых, чей общий стаж составил 215 лет. Наталью Плетневу, начальника лаборатории механических испытаний и технического управления, признали молодым лидером года. А лучшим наставником был заслуженно выбран вальцовщик Стана горячей прокатки первого сортопрокатного цеха Дмитрий Ястремский. Он не только вкладывает в свою работу знания и душу, но и сохраняет традиции Оскольской школы металлургов, заложенные десятилетия назад, передает их молодому поколению. 28 лет назад пошел на комбинат. Были люди, которые мне передавали свой опыт. И не то, что опыт в работе, как оборудование, а именно закалку, трудовую закалку делать. И вот сейчас я молодым, ребята, сейчас у нас идет обновление, и стараюсь донести не только, как надо настраивать оборудование, как с ним работать, а вот принятие решения. У нас принятие решения очень сводится, какие-то секунды надо, чтобы принять решение, потому что горячий металл. Дальше есть, как говорится, будущее у цеха, у комбината, есть кому работать. Умелые хозяюшки из торгово-производственного объединения ОМК были названы «Заботой года». Награду вручили генеральному директору Татьяне Карпачевой. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и благодарить за те огромные успехи, большие, которые сделала компания в этом году. Действительно, для всех нас это был очень сложный, напряженный, но хороший год. И хочу сказать вам большое спасибо за ваш вклад, за ваше неравнодушие, за все, что вы делаете для ОМК сегодня. И я уверена, за то, что мы вместе с вами сделаем завтра. Новый год уже вовсю стучится в дверь. Время праздников, чудес и заслуженных подарков наступило для оскольских металлургов. В этот день в их адрес звучали поздравления и самые теплые пожелания. В канун такого замечательного праздника позвольте всех вас поздравить с Новым годом, Рождеством, Крестовым. Пожелать всем благополучия, счастья, добра и всем нам мирного неба и свершения всех планов, своих каких-то мечтодуманных, которые у вас есть. Новым годом, спасибо. Вот-вот 2018-й останется только в памяти и на страницах старых календарей. А Новый год, полный светлых надежд и радостных ожиданий, вступит в свои права.